Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Амарян Шоу, с вами я, Руся Амарян. Сегодня у меня в гостях финансовый адвокат Алла Тенина. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте. Алла, у нас сегодня с вами будет невероятно вдохновляющий диалог, потому что я знаю, что быть финансовым адвокатом – это буквально ваш life purpose, потому что мы уже с вами поговорили, я уже кое-что знаю, чуть больше вас, но сейчас и наши телезрители тоже узнают. Алла, расскажите, пожалуйста, в двух словах о себе. Родилась я в Киеве, прожила 21 год в Киеве и решила эмигрировать в Америку. Всегда мечтала стать адвокатом, но, к сожалению, эта мечта не осуществилась в Киеве. Переехав в Америку, я решила «everything is possible» и осуществить свои мечты. Работала везде и бобеситерами, и уборщицами для того, чтобы преодолеть американское образование, оплатить его и стать адвокатом. Я закончила университет в Калифорнии и поступила в калифорнийскую школу в Сан-Франциско, «Losco», где я специализировалась в налогах. В колледже я решила заниматься финансовыми делами, и у меня мейджор в колледже был «finance and accounting», поэтому цифры для меня — это моя жизнь. Я на них смотрю, они со мной разговаривают, у меня загораются глаза, когда я вижу цифры, поэтому это моя passion. И сейчас вы загорелись, когда начали говорить про цифры. И когда я поступила в «Losco», я решила, что я буду продолжать работать с цифрами, и выбрала финансовое направление. И закончила «Losco» с концентрацией в налогах. После калифорнийской «Losco» я решила построить свою карьеру на Уолл-стрит, переехала и работала в одной из самых крупнейших финансовых компаний, «Дилойт & Tush» до 11 сентября. Наша компания находилась в правильном эпицентре, и поэтому после 11 сентября пришлось ехать в родную Калифорнию, где мне пришлось сдавать на бар в Калифорнии, так как первый бар у меня был нью-йоркский. И сдав на бар, я нашла работу в другой большой финансовой компании, которая называется KPMG. Проработала там 4 года и решила, что нужно развиваться дальше и пойти поучиться чему-то другому. Перешла я в большую, крупную, большую фирму, также в даунтауне, которая, это уже была Law Firm. И проработав там 5,5 лет, я изучила estate planning, корпоративное право и банкротство. И в 2007 году я решила перейти на Вольное Хлебах и попробовать начать свою карьеру и открыть частную практику. Насколько я знаю, что когда вы работали в Нью-Йорке, вам посчастливилось работать с людьми, которые работали в АРС, то есть вам уже передали такие знания из первых рук. Совершенно верно. Так как это была довольно-таки крупная компания, то я начинала с позиции, первая позиция была у меня просто Texas Oshid, это адвокаты, которые только заканчивали школу. И у нас была очень сильная подготовка и тренинг. И все мои менеджеры были бывшие работники из АРС. Поэтому нас учили пользоваться номерами с точки зрения налоговой инспекции, что очень важно. То есть они смотрели, подход был абсолютно другой. Вот мы сегодня берем налоговую декларацию, и я на нее смотрю сначала на цифры, и потом я начинаю ее анализировать с точки зрения налогового инспектора. И начинаю разговаривать с цифрами. И минут через 10 мне ясна картина человека, который ко мне пришел с проблемой. И также мне ясно, что АРС будет смотреть на налоговой декларации, что им не понравится. Поэтому это был очень-очень важный опыт. И также очень важные связи, потому что очень многие мои менеджеры сегодня работают в налоговой инспекции. Вау, вау. Вот это был наводящий вопрос к следующему вопросу. Вы работаете с аудитами, правильно? Вы помогаете людям делать аудиты в АРС и не только? Если приходит проверка в ваш бизнес или персональная налоговая проверка, да, это называется аудит. И я помогаю людям справиться с этим аудитом. Очень часто люди считают, что они могут сами справиться с аудитами. Или могут справиться их бухгалтера. Бухгалтера, безусловно, могут справиться и предоставлять ваши интересы при аудите. Единственная разница между представлением адвоката и бухгалтера, у нас очень сильная бухгалтерская тайна. Поэтому документы, которые мы не хотим предоставлять, у нас есть очень волшебное слово. Торни Клайн Привилэджи. Я их не должна предоставлять. У бухгалтера нету такой привилегии, поэтому им сложнее не давать эти документы. Ну, также, пройдя через Крым, Рым и медные трубы, через, по-моему, 11 сентября, мне уже ничего в этой жизни не страшно. Поэтому я АРС не боюсь. То есть это моя passion. Я очень люблю креативно подходить к вопросу аудита. И мне как бы абсолютно не страшно общаться с налоговыми инспекторами. Я, в принципе, получаю это удовольствие. Слушайте, как классно прозвучала фраза «креативно общаться с налоговыми службами». Я никогда не знала, что она, в принципе, может быть в одном предложении все эти слова. Но теперь благодаря Али мы знаем, что это возможно. Вау! И насколько я знаю, что у вас действительно большой опыт в том, что вы умеете договариваться с ними. Вот как это происходит? Совершенно верно. Найти человеческий подход к налоговому инспектору. И договор – это очень важно в нашей профессии. Иногда… Что такое аудит? Это когда, например, приходит проверка в бизнес, начинается проверка. Сколько вы потратили денег, например, на рестораны? Почему вы ходили в рестораны с клиентами? Ваш бизнес не подразумевает то, что вы будете проводить время. У вас есть офис, зачем нужно ходить в рестораны? Или очень часто проверяют депозиты кеш. И очень важно объяснить, как на бизнес, который не должен иметь наличку, как у вас на счета попадают наличные деньги. Поэтому к этому очень креативно нужно подходить. И существует несколько этапов. То есть сначала можно пройти просто проверку аудит. И если не понравился налоговый инспектор, есть возможность подать петицию в TaxCord и сделать апелляцию. Если уже на уровне TaxCord не получится, что, в принципе, очень редко происходит, потому что я беру кейсы в TaxCord только те, которые я могу выиграть с уверенностью на 90%. Иначе просто нет смысла тратить время и деньги. После этого, если нет возможности договориться, и существует такая процедура, которая называется offering compromise. Если у вас есть налоговая задолженность, вы всегда можете договориться с IRS через этот offering compromise. Очень многие люди этого не знают. Поэтому можно или договориться на уровне аудита, или правильно его сделать для того, чтобы у вас с наименьшими потерями, скажем так. И если это не получается, всегда существует опция договора с IRS после того, как была начислена какая-то сумма задолженности. Знаете, это как вы говорите, а я понимаю, что у меня в голове фраза «Когда не знаешь физику и химию, то вся жизнь — это чудо». Вот вы сейчас говорите какие-то вещи, я думаю, это чудо. Спасибо. Про что говорит Алла, это чудо. И это, знаете, от незнания, собственно. Поэтому нужны профессионалы, такие, как вы. Спасибо. Алла, расскажите еще про estate planning, да, trust и estate planning. Я знаю, что это тоже очень большая часть вашей практики. Да, это большая часть моей практики, потому что очень многие не знают, что такое estate planning. Я считаю, что это очень важно, чтобы нашей русской диаспоре рассказать, что это такое. Также, так как у меня есть опыт с налогами, очень многие адвокаты забывают, что estate planning включает компонент налогов. У нас есть разные аналогии, например, estate planning, у нас есть налог на гифт, на определенную сумму. Поэтому очень важно подойти к вопросу estate planning с разных сторон. У нас произошли очень многие изменения в property tax. Раньше можно было переводить свои дома, неограниченное количество от родителей к детям, без повышения налога на property. Сегодня это можно сделать только при переводе одной primary residence. Поэтому очень важно правильное планирование с точки зрения налогов. Ну и безусловно, с точки зрения наследования, у нас существует процесс апробации, поэтому если есть real estate имущество или если имущество превышает 160 тысяч долларов и нету living trust, то ваша семья может оказаться в probate court. И у нас нету наследования. Вот если вы жена, вы обязательно должны унаследовать это имущество. У нас такого нет. То есть да, если вы были прописаны или в estate planning, или, например, ваше имя есть на счету, то да, тогда вы автоматически наследуете. Но, например, есть несколько браков у людей были, были дети от разных браков. Очень важно прописать, никого не хочется обидеть. И если это не прописано у вас в estate planning, то просто это занимает очень долго после вашей смерти для того, чтобы разобраться с имуществом. И также это очень дорогая процедура, процедура апробации. Занимает где-то около двух лет. Вау. Да, лучше подумать об этом заранее. И насколько я знаю, вот как вы правильно сказали, у нас нет этой культуры. У нас, да даже многие американцы даже об этом не знают. О чем мы говорим? Люди почему-то думают, что нужно быть миллионером или миллиардером, или иметь очень много всего, чтобы делать estate planning. Нет. Насколько я знаю, если у тебя есть уже семья, дети, муж, жена, да, и это уже тебе уже пора это делать. Да, если у вас маленькие дети, и не дай бог что-то случается с мамой, с папой, к кому идут дети, кто будет платить за их образование. То есть это очень важный момент. Что самое интересное, что до ковида мне было очень сложно уговорить русскоговорящую общину, что им действительно нужен living trust. Вы знаете, с момента ковида мне звонили самый насущный вопрос, пожалуйста, сделайте мне trust, пожалуйста, сделайте мне завещание. И, то есть, потому что все-таки во время этого непростого времени, во время ковида, смерть, как бы, к сожалению, подкралась, и люди чувствовали это и боялись, и поэтому очень многие все-таки пришли и сделали трасты. Да, да, к сожалению, вот мы об этом и говорим, что мы понимаем серьезность чего-то только тогда, когда оно у нас перед носом. Совершенно верно, совершенно верно. И, насколько я знаю, то у нас с вами сегодня есть очень большой топик, о котором мы с вами поговорим, потому что мы сейчас проживаем, вот в данное время, очень много новшеств по этому топику, это топик банкротства, да. Мы сегодня о нем поговорим, потому что Алла нам расскажет очень много нововведений и предосережет нас от, собственно, многих последствий, которые наше незнание, которому наше незнание может привести. Совершенно верно. Почему-то русскоговорящая община очень боится банкротства. И для этого прям такой очень-очень sensitive topic. И люди думают, что вплоть до того, что это уголовно наказуемое дело. То есть это абсолютно не криминальное дело, абсолютно не уголовное. Никто вас за это не накажет. И в Америке это называется fresh start. То есть банкротство было предназначено для того, чтобы списать ваши долги, и для того, чтобы вы смогли вздохнуть и жить заново без этих долгов. Иначе процедуры банкротства просто-напросто не было. Поэтому бояться банкротства абсолютно нечего. И в свое время очень многие знаменитости оформляли банкротство. То есть ничего такого здесь нет. Один из президентов Америки это делал до вашей. Совершенно верно, да. Поэтому ничего такого постыдного в этом нет. Наоборот, зачем сидеть, задыхаться в долгах, и вам нужно оплачивать элементарные вещи за проживание, машина, еда, дети, медицинское обслуживание. И если, к сожалению, так получилось, что вы сегодня не в состоянии разобраться с другими долгами, нечего бояться, нужно хотя бы проконсультироваться с адвокатом. То есть если человек ко мне приходит, ему не нужно банкротство, я ни в коем случае не буду советовать делать банкротство. Потому что если кто-то должен 5 тысяч, кто-то 10, кто-то 100. Для каждого эта цифра всегда мы смотрим в взаимоотношении с возможностью заработать. Для кого-то 5 тысяч, это очень много. А для кого-то, я скажу, вы знаете, ну так вот через 2 года эту сумму выплатите, ничего страшного. И гробить свою кредитную историю в принципе не нужно. Также существует несколько разных видов банкротства, для того, чтобы люди понимали, какой вид банкротства им подходит. Самая большая мисконцепция, это что люди теряют дома, машины и все свое имущество, что коллекторы приходят и забирают имущество, вплоть до продажи с молотка. В Америке такого нет. Никто к вам домой не придет, коллекторы к нам не приходят и за границу вас выпускают. То есть паспорта за долги не отбирают. На сегодняшний день не отбирают паспорта только если у вас налоговая задолженность превышает 50 тысяч долларов. А все остальное никто ничего не забирает. Поэтому существуют определенные экземпшнс на разные виды имущества. Например, если у вас есть дом, то до 600 тысяч долларов эквити в вашем доме защищено законом. Имущество в вашем доме. Эквити в вашем доме. То есть, например, у вас дом стоит полтора миллиона и у вас на 900 тысяч моргидж, его не продадут. Но что у вас есть ровно 600 тысяч, которые защищены законом. И если у вас есть машина, ее тоже никто не заберет. И самая простая процедура это chapter 7. Это ликвидационное банкротство, по которому нужно быть квалифицированным. Квалификация смотрится по инкому и по имуществу. По инкому на одного человека это в районе 62 тысяч. Вы можете зарабатывать. Два человека 82 тысячи. И оно идет по увеличению в районе 90 тысяч на каждого последующего человека. И каждое имущество, которое у вас есть, имеет вот этот экземпшн, который невозможно у вас изъять. То есть, если вы квалифицируетесь по этим параметрам, Бог вам в помощь. Глава 7. Самый простой вид. И все ваши долги аннулируются. То есть, вы заходите в банкротство и выходите банкротом без долгов. Никому ничего платить не надо. Звучит отличная. И еще больше, мы узнаем с вами после небольшой рекламной паузы. Увидимся. И вновь, здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Амариан Шоу и со мной вновь Алла Тянина. Алла, давайте продолжим наш невероятно интересный разговор про банкротство. Почему интересный? Потому что я узнаю новые подробности, которые, в принципе, никогда ни от кого не слышала. Скажите, а кто не квалифицирует на Chapter 7? Если вы не подходите на Chapter 7, есть другие варианты. Есть Chapter 13 и 11. Это реструктуризация. Реструктуризация. А 11 это для людей, которые не подходят на 13 главу. И для корпораций, LLCs и других компаний. То есть я бы хотела немножко поговорить про 13, потому что это более насущный вопрос. Это для людей, которые не подходят под главу 7. В Chapter 13 у вас квалификация идет, если вы на 7, они квалифицируются, вы переходите в 13. Что такое Chapter 13? Это выплата задолженности. И как она высчитывается? Значит, если у вас есть моргидж или пейменты за машину, вы обязаны делать все платежи. Потому что, если вы не будете делать платежей за дом или за машину, у вас их просто-напросто заберут. Хотя в банкротстве существует такая терминология, называется, я попытаюсь на русском объяснить, если вы оформляете процедуру банкротства, любой chapter, полностью останавливаются все коллекторские действия. Вам не имеют права звонить, писать, требовать. Они даже не имеют права вам стейтменты присылать. То есть, полностью все коллекшнсы останавливаются. Но если вы не платите за секьюр долги, такие как дома и машины, у вас это могут отобрать. Поэтому очень важно продолжать эти платежи. Все остальные долги, например, кредитные карточки, какие-то лоны, SBA лоны, об этом мы чуть позже поговорим, медицинские счета, лоны от своих друзей, они все считаются ансекьюр. И в тринадцатой главе их нужно выплачивать. Сумма выплаты зависит от того, какая у вас зарплата и какое у вас имущество. Значит, если у вас зарплата, определенная зарплата, мы высчитываем дозволенный АРС ваши затраты на жилье, на продукты, на медицинское обслуживание. И конечный результат мы выходим в какую-то определенную цифру. То есть это то, что у вас остается после вашей зарплаты. Вот это та сумма, которую нужно выплатить кредиторам. Если у вас остается 200 долларов после того, как мы отнимем все ваши расходы, она умножается, если у вас пятилетний план на 60 месяцев, и сумму 12 тысяч вы обязаны оплатить своим ансекьюр кредиторам. Если вы в карточке должны 100 тысяч, вы им все равно выплатите 12. то есть у вас списывается основная часть вашей задолженности. Если у вас, например, в доме эквити превышает 600 тысяч, формула немножко меняется. То есть, например, в предыдущем примере у нас было полтора миллиона 900 тысяч моргидж, у вас осталось 600 тысяч эквити, которые никто не может тронуть. Но если ваш дом уже превышает, допустим, этой суммы, у вас экстра 100 тысяч, вот тогда вы кредиторам должны выплатить вот эту сумму, потому что если бы у вас было ликвидационное банкротство и продали бы ваш, его не продают, не волнуйтесь, но если бы продали дом, кредиторам бы осталось 100 тысяч, и они бы раздали эту сумму кредиторам. Поэтому по 13 главе выплачивается вот именно та сумма, которая превышает экземпшен. Поэтому, наверное, звучит немножко сложно, вот, эта формула, поэтому я советую, конечно, обратиться к адвокату для того, чтобы посчитать все это. Я думаю, каждый случай, в любом случае, индивидуальный, и для этого, мне кажется, нужны профессионалы. Но мне сейчас, по крайней мере, стало многое гораздо понятнее, я надеюсь, что нашим зрителям тоже, но в любом случае мы оставим после нашего шоу контакты Аллы, и вы сможете обращаться к ней, насколько я знаю, если вы досмотрите до конца Алла будет в конце давать небольшой подарок, это тоже очень важно. Алла, давайте перейдем, пожалуйста, к лонам. Это вообще стало после постковидных и во время ковидных времен, которые мы до сих пор проживаем, потому что так или иначе на бизнесе, малом, среднем бизнесе это оставило большой след. И, естественно, лоны, большое количество лонов, которые понабрали, и теперь не знают, что с ними делать. Давайте с этим разберемся. Совершенно верно, я не знаю, что с этим делать. Значит, я хочу сразу обозначить два вида лона. Первый лон был PPP, это Paycheck Protection Program, это давалось специально для бизнесов, для того, чтобы платить работникам. 60% этих лонов вы обязаны были потратить на зарплату. И если вы по назначению потратили эти лоны, то они были безвозмездные, их можно было списать, нужно было подать аппликацию на forgiveness, предоставить документы, и этот лон полностью списывался. То есть, я думаю, что большинство людей потратило все-таки эти деньги по назначению и удачно их списали. Другой вид лона был EIDL loan. Это был специальный emergency disaster loan, который выдавался бизнесом до 2 миллионов долларов. Этот бизнес рассчитан на выплату по 3,75% в течение 30 лет. Что подразумевал этот лон? Эти деньги должны были потрачены быть конкретно по бизнесу, не обязательно на зарплату, но это должно было произойти вливание в бизнес. Вы брали лоны в SBA, это Small Business Administration, это ведь в правительстве США, который помогает малым бизнесам. И было очень много выдано этих лонов. для того, чтобы бизнесы не вылетели в трубу, так как у нас было очень много лакдаун. Что произошло? Очень многие бизнесы реально не смогли продолжать существовать, особенно бьюти-индустрии. Да, 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 конечно. Они получили эти лоны, и они оплачивали своим лендлордам за помещение, за продукцию, и их закрывали, по-моему, 3 или 4 раза. Рестораны. Мы же это помним. Да, это было все очень печально, конечно, и у меня, к сожалению, есть очень много таких бизнесов, которые дошли до того момента, когда они деньги потратили, и дальше лонов, когда перестали давать, они начали тратить свои сбережения, свои средства для того, чтобы остаться на плаву. В какой-то момент, когда вы уже начинаете задыхаться в этих долгах, наступает момент, когда ко мне приходят на консультацию, я говорю, вы знаете, в какой-то момент вы должны продолжать жить, а не содержать свой бизнес. И для таких бизнесов существует два вида, как можно с этим бороться. Вы можете оформить банкротство, и лоны списываются в банкротстве, если вы их правильно потратили. Это очень важный момент. Есть очень многие люди, которые не хотят оформлять банкротство, поэтому существует новая процедура, которая называется offering compromise, это settlement. Значит, давайте поговорим немножко о банкротствах, о лонах. Значит, если вы брали лон до 200 тысяч долларов, то у вас не было персональной гарантии. Если у вас корпорация или LLC, вы просто можете закрыть бизнес, позвонить в СБА и сказать, вы знаете, бизнес я закрыла, к сожалению, у меня не пошел бизнес, ставьте мой бизнес на non-collectible service, потому что с вас, в принципе, взять нечего. Персональной гарантии не было, корпорация от вас это отдельная структура, поэтому в таких случаях я даже не рекомендую банкротить корпорацию, потому что у вас нет персональной гарантии, вы просто можете закрыть бизнес, позвонить, сказать извините, до свидания. Когда вы подписывали документы на лон, вы СБА давали, что называется, UCC-LIN, это blanket-LIN, что это такое? Это своеобразный арест на имущество вашего бизнеса, не персональное имущество, то есть, например, вот если в нейл-салоне, да, вот столы, какие-то принадлежности для ногтей, вот это бизнес-имущество. СБА может прийти, если им очень захочется, и забрать это имущество. Будут ли они приходить? Вряд ли. К этому имущество также относятся account receivables, банковские счета под бизнес и любое оборудование или интеллектуальная собственность, которая принадлежит этому бизнесу. Поэтому, если у вас до 200 тысяч лон, корпорация, проблем нет, я даже не рекомендую делать банковство. Если у вас есть персональная гарантия, здесь же все сложнее, бизнес вы закрыли, но если лон был, превышал 200 тысяч долларов, вы давали персональную гарантию. И тогда СБА-администрация имеет право идти за вами и требовать, чтобы вы платили. Тогда возникает вопрос, хотите ли вы делать банкротство? Какие последствия у нас? Последствия, опять-таки, банкротства бояться нечего. Люди думают, что это конец жизни. Совершенно неверно. То есть, например, после банкротства через три года у вас кредитный скор уже будет 700. Если после банкротства вы будете следить за своей кредитной историей, правильно ее выстраивать, не пропускать никакие платежи, бояться банкротства нечего. Но если у вас кроме этого лона ничего нету, и у вас есть 200 тысяч лон, и вам совсем не хочется оформлять банкротство, или вы не подходите под главу 7, и не хотите пять лет сидеть в 13-м банкротстве, существует такая процедура, которая называется Offering Compromise. Это очень символар, почему я начала этим заниматься. когда есть налоговая задолженность, вы можете договариваться с налогоинспекцией через Offering Compromise. То же самое сделала наша любимая СБИ-администрация. Они сказали, не можете, подавайте. И это очень-очень, я считаю, правильный подход, потому что администрация понимает, что очень многие не смогут справиться все-таки с бизнесами. Offering Compromise это самый обычный сеттлмент, где вы предлагаете администрации заплатить сумму меньшую, чем вы должны. Минимальный сеттлмент, вот у меня недавно был, 5 тысяч долларов. Значит, вот я могу вам привести пример. Ногтевой бизнес. Пять или шесть было девочек, которые работали в салоне. И хозяйка, причем, самое обидное, открыла за год до ковида. То есть все свои сбережения были уже потрачены на открытие этого бизнеса. Так обидно. Очень обидно. И начался ковид, первые три месяца они были закрыты. Мы получили PPP-лон, который был потрачен на работников. Один раунд, второй раунд. Потом мы получили небольшой SBA-лон, и их закрывают опять. А потом опять. А потом, помните, когда были времена, когда они даже не были ногти делать на улице? Да, конечно. Очень многие не ходили. И, к сожалению, бизнес не выжил. И что получилось? У этой хозяйки не было корпорации. Лон был небольшой. А когда у вас нету корпорации, у вас all proprietorship. То есть вы и ваш бизнес это одно и то же. И мне очень не хотелось сделать ей банкротство. Потому что все равно идет на вашу кредитную историю. И у нее ничего другого не было, только лон. Мы подали на Offering Compromise и предложили пять тысяч долларов. Предоставляется вся финансовая отчетность. Налоговые декларации за два года. Банковские счета за шесть месяцев. И разложив и подсчитал дебит и кредит, а так как цифры со мной разговаривают, мы вышли на волшебную сумму пять тысяч долларов. Это, в принципе, минимальная сумма, которую администрация хотела бы увидеть, как settlement. Мы ее и предложили. Через два или три месяца заняла процедура и пять тысяч был одобрен. Конечно, такое бывает редко. Иногда происходит. Все зависит от того, какой бизнес. и сколько в нем денег. Но обычно, когда малые бизнесы закрываются, и деньги были потрачены по назначению. Я только что хотела сказать, что, скорее всего, это имеет очень большой вес, потому что, насколько мне известно, деньги, когда даются на определенные расходы, либо зарплаты, либо на реопенинг бизнес, бизнес, то они как раз по всем статьям и смотрят. Да, и я очень вас прошу, пожалуйста, сохраняйте все свои реситы, внимание, на 10 лет. Когда-то стачу имитейшн на аудиты лонов была продлена на 10 лет, и если Сенат сейчас одобрит этот билл, то стачу имитейшн продолжается на 10 лет. Все реситы вы должны сохранять на 10 лет. Поэтому, в данном случае, с активным бизнесом, мы предоставили всю отчетность, все деньги были потрачены на бизнес, и у нас приняли этот оффер 5 тысяч, и банкротство в данной ситуации нам удалось избежать. Пеймент должен был сделать в течение 60 дней после того, как одобрено было этот сеттлмент и одним пейментом. Если вы хотите разбить на пейменты, такая опция есть, но обычно это чуть-чуть больше, чем ламсам пеймент. То есть всегда важно договориться на один пеймент. Какие есть подводные камни? Значит, если у вас будет оффер и компромисс, и вы договариваетесь с СБА, то в будущем, скорее всего, вы не сможете получить никаких лонов от государственных учреждений. Вот это самый такой момент. Но вы знаете, если вы должны 200 тысяч, вы можете с ними расплатиться за 5 тысяч, и бизнеса у вас уже нет, поэтому я думаю, это не такая самая плохая опция. Также, что я вас хочу предупредить, если у вас есть бизнес, и если вы хотите сделать оффер и компромисс, если вы решили закрыть бизнес, забрать весь эквипмент, открыть такой же бизнес в другом месте, я вам советую этого не делать. Это считается мошенничеством, и даже в банкротстве вы не сможете избежать списания этой суммы, потому что оно подлежит совсем другой категории, поэтому, пожалуйста, если вы хотите открыть другой бизнес, сначала давайте рассчитаемся с сбейлонами, давайте договоримся, отдадим вам столы с ногтевого бизнеса, пусть приходят, забирают, продают, а потом, через какое-то время, вы можете открыть другой бизнес, вам никто не запрещает открыть другой бизнес, но переносить эквипмент оттуда я не советую. Да, что у этого будут так или иначе последствия, нужно не забывать. Да. Мы сейчас разобрали тот случай, в котором банкротство удалось избежать, но, как мы уже говорили, банкротство не настолько страшно, насколько оно звучит, да, и насколько оно в нашем подсознании уже сидит, что банкротство это что-то плохое и постыдное. в том случае, когда все-таки путь бизнеса это банкротство, потому что стоит тоже разделять, да, банкротство, когда вы делаете на себя и банкротство на бизнес. Это совершенно разные вещи. Давайте об этом поговорим. Самый простой вариант, когда у вас есть, например, бизнес в корпорации или в LLC, это отдельная от вас структура, бизнес не пошел а с БЛО нужно списать, можно сделать или ликвидационное банкротство или restructuring, это у нас chapter 11 для бизнеса, где вы просто выплачиваете в течение определенного количества времени свои долги. Это вообще не страшно, потому что это не влияет на вашу кредитную историю. Если у вас сольпропрайериши, вы и ваш бизнес, это одно и то же. К сожалению, приходится оформлять персональное банкротство и просто указывать бизнес долги. Ничего страшного в этом нету. Самое главное после банкротства выстроить кредитную историю. Через 6 месяцев ко мне звонят люди и говорят, Алла, я получил новую карточку, я же вам говорила. Самое важное не пропускать платежи будущие после вашего банкротства. И выстраивается кредитная история. Да, у вас марк на кредитной истории остается, что у вас было банкротство. Но не навсегда. На 10 лет. Но я вам гарантирую, что через 3 года на нее никто не смотрит, потому что все понимают, что нужно жизнь продолжать. и если наши банки не будут давать вам кредиты, экономика не будет существовать, должно быть движение. А когда движение, маркет должен двигаться, иначе у нас это простой закон экономики. поэтому вам с удовольствием дадут кредит. Что самое интересное, что очень просто взять кредит на машину, потому что если вы не платите, машину забирают. И что интересно, что интерес на покупку машины после банкротства будет в два раза ниже, чем до банкротства, когда у вас были все долги. Вы приходите к дилеру, пытаетесь купить машину, у вас говорят, ой, вы 20 тысяч должны в карточках, а мы вам дадим машину, 20% интереса. А после банкротства вы должны ноль в карточке. И вы не можете оформлять банкротство как минимум. Еще там есть определенное 7-8 лет, 13-й чаптер, 2 года, есть переходы с одного вида в другой, но в среднем 4-6 лет вы не можете оформить другого банкротства. То есть вам с удовольствием дадут кредит. Потихонечку будете разрабатывать 1000 долларов, 2000, и так вы выстроите кредитную историю. А также были послабления в mortgages. Вы можете получить mortgage особенно FHA, SSF, забыла, как он называется, есть такой специальный mortgage для first homebuyers. FHA loan, да. А через 3 года после банкротства вы квалифицируетесь на ипотеку. То есть здесь вообще никаких проблем нет. То есть бояться банкротства не надо. Да, я думаю, стало максимально после и рассказов, и после того, как мы по всем чаптерам в первый раз, мне кажется, прошлись очень подробно, что банкротство это не страшно, что это один из выходов. И мне понравилась очень ваша фраза, что жизнь продолжается. И вот вы говорили, я максимально это прочувствовала, себя на месте человека, которого вот это, вот пришел этот выбор. И действительно, вы, каждый же делает выбор, мы остаемся проживать свою счастливую жизнь, либо мы принимаем решение закапывать себя в проблемы. Банкротство это тот же самый выход, да, из этой ситуации, если он необходим. И, Алла, насколько я знаю, вы сегодня делаете невероятно щедрый подарок для наших зрителей, 15-минутную консультацию с кодовым словом. Расскажите нам про это. Кодовое слово Horizon. То есть вы можете позвонить в мой офис по телефону 213-596-0265, сказать волшебное слово Horizon, и вы получите 15 минут бесплатной консультации. Я бесплатной консультации не даю. Поэтому, если вы смотрите сегодня эту замечательную передачу, то я с удовольствием проведу с вами бесплатную консультацию. Также вам расскажу, какие шаги предпринимать. И если вам банкротство не нужно, то ни в коей мере мы его оформлять вам не будем. Да, и мне действительно очень понравилась история, которую вы рассказали, что вы ищете громадное количество путей, такой problem solving, да, помимо того... Креативный подход к проблеме. креативный подход к цифрам. Мне КРС очень сильно понравилась эта фраза. Алла, вам громадное спасибо за интервью. Я получила громадное удовольствие. И помимо него еще и много-много знаний, которые однозначно пригодятся как мне, так и нашим зрителям. Спасибо большое зрителям. Спасибо большое, что пригласили в программу. Первый раз. Мне очень понравилось. Будем... Приглашайте еще. Будем рассказывать другие интересные топики. Обязательно. Обязательно. Очень познавательно. А мы с вами увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Субтитры подогнал «Симон»